Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного и доброго происходит в нашем большом городе. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! В этом году традиция выпускных балов, к счастью, возрождается, а это значит, что у родителей выпускников, точнее сказать, выпускниц, прибавляется хлопот. Несколько идей на тему праздничных нарядов представляют наши эксперты из модного дома «Я». Выпускной вечер. Если брать его визуальную составляющую, то больше всего разговоров будет вокруг костюмов и платьев. Борьба традиций и стереотипов с новыми тенденциями – вот то, с чем приходится сталкиваться при выборе наряда. Компромисс поможет найти художник-модельер модного дома «Я» Татьяна Мулюкова. Наша одежда – это продолжение нашего внутреннего мира, и выпускной – это максимально, где вы можете воплотить все, о чем вы мечтаете. Мне, конечно, хотелось в первую очередь рассказать о том, с какими проблемами к нам приходят выпускницы. Чаще всего это проблема матери и дочери. Пусть лучше девочка придет к нам, ну пусть с мамой, да, но идеи пусть она расскажет сама свои. Вы представляете, какое у нее будет настроение, с каким вдохновением она пойдет, с какой радостью она пойдет на этот выпускной. Он останется у нее в памяти навсегда. Очень эффектно выглядит костюм. Тюм на официальную часть, он может быть либо черным, либо белым. Что мне нравится в этой идее, что вы можете на официальную часть прийти в туфлях-водочках на каблуке, снизу под жакет одеть какой-то очень нарядный, какой-то блестящий, может быть, кружевной, сложный какой-то кроп-топ или бра, или там может быть даже корсет, но под застегнутым жакетом его будет не видно. Но когда вы придете на сам выпускной бал, вы можете скинуть жакет, одеть плоскую подошву, там, будь то кеды или какие-то, ну, в общем, на плоском каблуке, да, удобную обувь, и снизу у вас под жакетом будет нарядный какой-то топ, в принципе, вы уже будете выглядеть по-вечернему нарядно, и при этом будет удобно двигаться. То есть с официальной частью все более-менее понятно, что тут должно быть что-то минималистичное, лаконичное, однотонное и, конечно, выдержанное, строгое, то в вечернем варианте вы можете одеть и коктейльное платье, то есть это может быть и какой-то мини с блеском, там, черное, темно-синее, может быть ярко какой-то, ну, выберите яркий какой-то цвет, там, ультрамарин или красный. Вот давно хотелось, но не было случая, в школу ведь не наденешь красное платье, а тут вот, ну, почему бы и нет, пожалуйста. Или вы оденете, наоборот, платье в пол, длинное, может быть, с каким-то цветочным рисунком, вот, например, сейчас нам дизайнеры предлагают мельфлёр, ну, почему бы и нет, может быть, вы романтичная и утонченная натура, и это тоже будет уместно, в принципе. На выпускной можно надеть широкие брюки, и, возможно, даже это будет комбинезон, скомбинированный, допустим, светлый низ, черный верх или наоборот, очень эффектно будет, потому что мало кто из девочек идет именно в комбинезоне. Ну, и широкие брюки также, помимо того, что вы палаццо можете одеть с каким-то коротким топом, то также можно одеть длинной туникой шифоновой, будет очень такой невесомый, легкий, красивый образ. Немаловажно при выборе платья играет выбор цвета, к этому следует подойти все-таки ответственно, потому что некоторые цвета убивают нас, ну, в кавычках, а некоторые цвета нас оживляют и делают краше. Поэтому не поленитесь, попробуйте, поприкладывайте к себе разные оттенки, вы найдите свой цвет, который подчеркнет вашу красоту, естественно, ваших глаз, вашего румянца. И уже потом, остановившись при выборе цвета, уже можно двигаться дальше к выбору модели. Следует обратить внимание на длину платья, это может быть либо мини, очень сейчас популярна длина меди до середины икры, то есть она не такая длинная и неудобная, но тем не менее образ выглядит так, вполне себе по-вечернему. И при выборе модели лучше, как говорят стилисты, выбрать просто то место, которое у вас самое красивое, и делать удар на него. То есть подчеркивать, если у вас хорошие, длинные, красивые ноги, то подчеркните их, наденьте мини. Если у вас красивая зона декольте, так оденьте вы платье в пол, но с красивой зоной декольте. Наша одежда – это продолжение нашего внутреннего мира, и выпускной – это максимально, где вы можете воплотить все, о чем вы мечтаете. Участницы проекта «Модель Икс», которые изучают моду и стиль, приступили к практическим занятиям. Одна из первых модных практик состоялась в бутике итальянской одежды. Какое задание получили девушки и как они с этим справились, смотрите прямо сейчас. Когда мы застегнули, посмотрите, у нас получается несколько горизонталей, которые режут, а вертикали создают нам как раз высоту. То есть они делают именно вот эта вот деталь в жакетах, в куртках, она максимально увеличивает рост и стройнит. Мы по пропорциям сейчас еще не судим, потому что эта тема будет следующего как раз домашнего задания. Это у нас еще только в планах стоит. Мы сейчас смотрим и обсуждать будем только плюсы и минусы работы в плане стилистики. Несмотря на то, что чистые стили в современной моде практически не представлены, в теории о них знать очень важно. Хотя бы для того, чтобы правильно дозировать различные элементы в своем гардеробе. Когда проводишь анализ уже именно своих предпочтений, понимаешь, что преобладает все-таки чаще всего что-то, какое-то одно направление. Ну, у кого-то это классика, у кого-то это будет спорт. И добавляя сюда элементы из другой стилистики, которую ты до этого не использовал. Ну, например, девушка, если она классика и добавит, допустим, спорт, образ получится более ярким, более интересным. Она становится сразу же моложе даже. И по характеру меняется человек, и это здорово. В жизни, конечно же, мы редко задумываемся, в каком стиле я ношу вещь или я покупаю вещь. То есть мы больше все-таки своими эмоциями, своими чувствами, и как нам нравится или не нравится, ориентируемся. Но это действительно интересно, когда уже начинаешь разбирать. Галина Бузуева в этом проекте сразу в двух качествах – и как участница, и как партнер. Ее бутик «Болеро» – место очередной модной практики проекта «Модель Икс». Это действительно очень интересный опыт. Почему? Потому что побывать по другую сторону, то есть когда ты только девочек наряжаешь, предлагаешь им образы, это одно. А когда ты уже сам должен для себя что-то выбрать и отработать домашнее задание – это уже другая история. Знание стилей меня поднимает на другой уровень, в том числе при закупе. Я уверена, что мне это поможет его делать более интересным, в том числе совмещая различные стили. Освоим чисто классический стиль, чисто спортивный. Мы потом начнем замешивать. И степень творческого подхода к замесу, она, конечно, тоже будет у всех разная. И здесь тоже можно будет чему-то поучиться. И здесь нам стилисты как раз помогут это освоить. Добрый день, я Галина Бузуева. Меня зовут Юлия Дорофеева. Я Светлана Васильева. Меня зовут Майя Герфанова. Меня зовут Оксана Шитанова. Меня зовут Марина Голубкова. Меня зовут Юлия Осетникова. Я Галина Бесселицына. Я Ольга Быковская, участница проекта «Модель Икс». Я очень легкий человек по экспериментам. Я люблю экспериментировать и с собой, и с людьми. Поэтому я готова на эксперименты. Готова сменить свой образ. Классически оставить стиль, но разобрать именно тот стиль. Правильно я в правильном ли я направлении, правильно ли я себя чувствую в этом стиле. И вот если мне покажут, что мне подходит, и мне это будет по душе, комфортно, то, естественно, я перейду. Буду пробовать. Возможно, что-то мне понравится здесь. Я поменяю образ жизни, стиль не знаю, что-то еще. Какие-то смелые эксперименты сама лично на себе не вижу. Ну, может быть, как-то их опасаюсь. Дозировано. Все аккуратно, но двигаюсь вперед. Я сама пришла по рекомендации. Ну, и если спросят, я, конечно, порекомендую прийти просто ради. Вот, интересно. Я рекомендую всем девушкам участвовать в проекте «Модель Икс». Присоединяйтесь к нашей компании. Будем очень рады вас видеть в нашем коллективе. И всем девушкам рекомендую участвовать в проекте «Модель Икс». Приходите в «Иншкуб Светлана», вы не пожалеете. Медицинский центр «Новая клиника». Профилактика ковида и реабилитация после заболевания. Мы в самом центре города на Кирово 159. Телефон 211 07 60. Это «Бьюти Тайм» – программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Ого, наконец-то еда. Белки, жиры, углеводы, клетчатка, вода. Если перед словом «диета» не стоит слово «модное», значит, она вряд ли будет популярной. А в наш век неравной борьбы за стройную фигуру – хорошо все, что результативно и не вредит здоровью. Найти свой путь в мире вкусной еды нам помогает нутрициолог, специалист по правильному питанию Юлия Антонова. В этой сфере питания, диетологии существуют некие тренды на диеты. Откуда все это берется и какие тренды сейчас и почему? Я предполагаю, что все просто, людям неинтересно. Это скучно. А вот когда какая-то диета еще с какой-то красивой оберточкой подается, с какой-то красивой историей, вот это уже интересно. Сейчас мода на диету, она прям мода. И сейчас мода на интервальное голодание. Кето-диета была разработана для людей, страдающих эпилепсией. То есть кето-диета подразумевает исключение углеводов, и мы оставляем жиры и белки в своем рационе. Так вот, человек, страдающий эпилепсией, ему лечащий врач назначал такую диету. Как только приступы у него становились меньше, либо исчезали, все, его возвращали к нормальному, обычному режиму питания. Для себя кто-то взял это как вот такой образ питания, да, и начал придерживаться им в обычной жизни, без наблюдения врачей. Что происходит у человека, когда он придерживается кето-диеты? Он убирает углеводы, причем, я бы сказала так, не убирает, а сокращает их. На свой лад у него такая кето-диета. Когда он сокращает углеводы, он убирает быстрые углеводы, это все сладкое, мучное. И, естественно, он начинает снижать вес, потому что у нас вес набирается именно из-за углеводов. И он говорит, о, кето-диета работает. Ну, нельзя сидеть на такой диете бесконечно, нам нужны углеводы, но из других источников, ну, не такие, не быстрые. То есть это должно быть временно и под наблюдением врача. В работе организм может произойти скачок не в ту, а в другую сторону, в минусовую, потому что организму углеводы нужны, а человек их недополучал какое-то время. И если он их долгое время недополучал, и в этот же момент он получал очень большое количество жиров, вот, то могут начаться проблемы со здоровьем, прям серьезные. Интервальное голодание. Значит, берутся какие-то интервалы, когда человек голодает. Очень часто, сейчас придерживаются 16 голодает человек часов, 8 часов человек ест. Но, опять же, кто-то начинает, вот в это время, когда ест, он начинает есть все подряд. И для него это не срабатывает. И сразу скажу, физиологично, вот 16 часов для нашего организма это неправильно голодать, ну, без еды быть. Потому что как только человек начинает что-то потом есть, организм такой, ого, наконец-то еда. И он начинает все, что человек ест, усваивать. Вот, поэтому питание должно быть дробное, вот, в течение дня, от 4 до 6 раз, ну, в зависимости, как режим у человека. Каждый человек, с одной стороны, полностью индивидуален, он отличается. С другой стороны, есть такой подход у меня, он ко всем, ну, начинается с того, что я прошу человеку написать свое меню питания. То есть, как он питается 3-4 дня, мне нужно посмотреть его режим питания, и тогда уже индивидуально я могу порекомендовать что-то, какие-то моменты изменить. Сейчас мне, знаешь, какая тенденция нравится, что сейчас все больше и больше людей молодых начинают заботиться вот именно о своем питании, о том, как они будут выглядеть через 10, 20, 30 лет. Потому что там, допустим, лет 10 назад это была, в принципе, женщина 45 плюс и выше. Вот такие чаще всего. Сейчас очень много, 25-35 лет, вот такие люди, прям их большое количество, которые вот о себе уже сейчас заботятся и думают о будущем. Человек уже более осознанно подходит к выбору еды, не только, допустим, дома готовит, не только идет в магазин, но и более осознанно в ресторане даже заказывает. И даже в ресторанах, вот по моему наблюдению, поменялось вот что-то такое, другая еда стала. Если мы говорим про сбалансированное питание, даже не про правильное питание, потому что правила у всех разные, а именно сбалансированное питание, то здесь все очень просто. Белки, жиры, углеводы, клетчатка, вода. То есть вот, это то, что нам нужно каждый день. Если у человека достаточно белка в рационе, у него много энергии, его меньше тянет на сладкое, это однозначно. Если у человека тянет на сладкое, это один из первых признаков – нехватка белка в рационе. Если слишком много углеводов в рационе, то сонливость, усталость в течение дня может быть присутствует. То есть там очень много различных моментов. Вот если жиров совсем нет, правильных жиров в рационе, то могут проблемы быть в гормональном фоне. То есть нам нужно все. Нам нужно все, и это все должно быть в балансе. Информации о правильном питании, кстати, это тоже касается. А потому выдавать ее будем, как рекомендуют специалисты, маленькими порциями, чтобы усваивалось лучше. Автомобильные презентации могут проходить в самых разных форматах. Это может быть и праздник для всей семьи, и закрытая вечеринка, и спортивные события. Ну а на этот раз в одном из автосалонов города обновленную модель презентовали в стиле арт. Это красивое событие не обошло своим вниманием и программа Beauty Time. В автосалоне Audi сегодня снова праздничная атмосфера. Музыка, арт-перформанс, детская анимация, угощения и подарки. И поводом для всего этого стал выход обновленной версии Audi Q5. Новый автомобиль Q5 имеет два двигателя. Это двухлитровый бензин и трехлитровый дизель. 249 лошадиных сил и там и там. Автомобиль имеет матричные сердиодные фары, которые позволяют водителю поставить автоматический режим, и они будут обходить стороной встречной автомобиля. Полностью сенсорный монитор, где без труда можно нажать на поиск по навигации и написать рукой адрес. Комфортная. Дизайн, конечно, тоже очень привлекает. Динамичная. Это ее козырь, так скажем, это одна из ее фишек. Современная. Очень удобные сидения. Цепляет стилем, дизайном, продуманностью, динамичностью движения, ну и прежде всего, конечно, надежностью. Цвет понравился. Это красота, это стиль и прежде всего, конечно, качество внутреннего состояния автомобиля. Новый автомобиль всегда вызывает какие-то эмоции, надежды. Надежды на улучшенные поездки, улучшенную подвеску, рулевое управление, мультимедийные интерфейсы. Ауди – это не только инновационные технологии, это еще и движение, и скорость, и, конечно же, эстетика. Вот как раз за эстетическую часть сегодня отвечает художник Петр Серебровский. К концу вечера на этом белом холсте появится законченная картина. Это будет ассоциативный ряд и фантазия на тему Ауди. Выбирал когда из цветов. Тут-то сразу и обозначилось, в какой гамме я вижу бренд. И спорт, скорость – это, естественно, что-то. Я взял красный, синий, белый, банку золотую взял, отставил. Взял серебро, ну, хром, да. То есть я вижу Ауди как смесь такого чего-то скоростного, но при этом жизнеутверждающего, эстетичного, такого высококласса. Мы должны благодаря своей силе, воле, характеру, искусству, музыке, драйву сами себе создать эту весну. А вот какая весна она у вас будет, зависит только от вас. В последнее время программа «Бьюти Тайм» все чаще выступает с мастер-классами, где мы с коллегами делимся своим накопленным годами мастерством. Так буквально только за прошедшую неделю мы уже побывали в детской школе живописи и рисунка, а также в модельном агентстве. На память о наших встречах остаются эти приятные воспоминания. Работа моделей не требует навыков коммуникации. Они позируют и дефилируют молча. Однако в наш век публичности и блогинга важно уметь выступать на публике. Специально для модельного агентства «Челл Модел» программа «Бьюти Тайм» представила мастер-класс по телевизионному мастерству и рассказала о том, как преподносить себя, когда на тебя смотрят сотни глаз. Всем привет! Меня зовут Злата, мне 17 лет. Меня зовут София, мне 12 лет. Меня зовут Полина, мне 15 лет. Меня зовут София, мне 15 лет. Меня зовут Александра, мне 18 лет. Меня зовут Нина, мне 13 лет. Своё знакомство с телевидением девушки начали с самопрезентации. Рассказать о себе уверенно и интересно важно как для большой телевизионной аудитории, так и для узкой компании. Встать вот так вот и всех порвать какой-то уверенностью. Поэтому для каждой ситуации, для каждой аудитории имейте всегда себе, готовьте для себя самопрезентацию. Может быть даже вы её выучите и там зазубрите. Меня зовут Олеся, мне 15 лет и я учусь в 9 классе. Меня зовут София, я учусь в 9 классе, мне 16 лет. Меня зовут Елизавета, мне 13 лет. Меня зовут Даша, я модель в агентстве Челмоду. Меня зовут Арина, мне 15 лет, уже полгода я занимаюсь в модельной школе Челмоду. Меня зовут Катерина, я ученица 9-го химбиокласса и также я ученица модельной школы Челмоду. Для того, чтобы запомниться зрителям, можно рассказать о себе что-то необычное. Я увлекаюсь ботаникой и люблю выращивать растения. Сейчас я учусь играть на барабанах, возможно через несколько лет у меня даже появится своя группа. Я снималась с черепинскими ралаши. Раньше я занималась танцами разных направлений, от хип-хопа до танцев на пилоне. Я попробовала себя в различных видах спорта, но сейчас я занимаюсь рисованием. В будущем я мечтаю попасть в женскую команду по хоккею. Я увлекаюсь живописью, кастомизацией одежды и сноубордом. Занимаюсь медитациями, считаю это очень полезно. Еще я увлекаюсь аниме, обожаю смотреть. Я бы хотела научиться вкусно готовить, потому что я ужасно готовлю и у меня все всегда падает из рук. А также у меня есть небольшая мечта. Я хочу познакомиться с профессиональной моделью Кэндал Дженнер и записать с ней небольшой коллаб. Девушки успешно справились с самопрезентацией. Моделинг это не единственное увлечение. Девочки имеют разнообразные хобби, а главное, могут рассказать о них уверенно и интересно. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Можно так сказать, сколько продуктов, столько и салатов. Но на самом деле нет. Салатов гораздо больше, потому что разные сочетания, разные комбинации различных продуктов дают бесчетное количество идей для салатов. И сегодня у нас будет салат. Будем делать простой достаточно салат. Помидоры, томаты, сыр и орешки. В заправке с лимоном и оливковым маслом. Но главный ингредиент – микрозелень. Супер модный сейчас, супер полезный продукт. Это только свежий росточек, у которого максимум витаминов содержится, максимум всех микроэлементов, содержится клетчатка, и она более усвояемая для наших организмов. Плюс очень большое содержание витамина С, что сейчас в период весны, в период таяния снегов, очень важно. Поэтому не только для красоты надо добавлять микрозелень в наши блюда, но и для витаминизирования. Итак, мы режем помидоры обычным способом. Я накрошу грецкий орех, порежем сыр. Все это заправим, потом уже в конце добавим разную микрозелень. Если присмотреться внимательно, можно три варианта, три вида зелени увидеть. Что здесь есть? А у нас здесь горох, редис, дайкон и горчица. И согласно концепции, мы не будем где-то замешивать в отдельной емкости, а потом сервировать, а сразу уже выложим этот салат. Да, готово. Я пока замешаю для заправки масло с лимонным соком. Кстати, от сорта лимона очень многое зависит. Даже вот на уровне запахов чувствуется, что у этого лимона такой особенный вкус. И апельсин, наверное, тоже можно использовать в качестве заправки. Будет другой оттенок вкуса. Итак, заправка готова. Теперь начинаем собирать наш салат. Выкладывать помидоры, сыр. И я буду вмешивать разную зелень, чтобы у нас это было объемно, красиво. И затем повторяем до тех пор, пока ингредиенты не закончатся. Опять немного зелени, немного помидоров, немного сыра, орехов. Давай помидорки. Пойдет заправка. Заправляем. И у нас еще есть один ингредиент. Рояль в кустах, можно сказать. Это кунжут. Мне кажется, практически везде кунжут. И в салаты, и в завтраки. И везде, везде хочется. Мы немножечко украсим. И придадим немножко такой необычный вкус. Кунжут уникален тем, что может дополнять собой как десертные блюда, так и салаты, и горячие блюда. То есть он со всем сочетается и со сладким, и со соленым. К тому же это очень красиво и очень полезно. Да, в кунжуте содержится очень много кальция. А также именно черный кунжут полезен для женщин, для кормящих мам и для беременных. Наш салат готов. Можно бесконечно экспериментировать и с заправками, и с отдельными ингредиентами. Главное, что основной компонент нашего салата – это микрозелень. Полезная, вкусная и такая весенняя. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все наши красивые сюжеты на YouTube-канале Beauty Time TV, а также в Instagram и ВКонтакте. Будьте всегда с нами и до новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА